С воскресным днём, дорогие братья и сёстры! Сегодня в апостольском послании, которое мы с вами слышали, есть такая мысль, которая заслуживает внимания. А мысль следующая, это взаимосвязь совести с судом Божьим. Вот вы обратите внимание, в тексте там говорится, что мысли их, совесть их, которая обличает их или оправдывает, будут в тот день, когда Господь будет судить тайные дела человека через Господа Иисуса Христа. Вот здесь в данном случае идёт речь о том, что как раз получается, что перед тем, как будет глаз Божий о человеке, сама совесть или оправдает, или осудит самого человека. То есть этому будет предшествовать процессе вот этого суда божественного, который будет происходить над человеком, в основе его будет как раз лежать совесть. И вот в нашем представлении, как правило, вот о тех событиях, которые нам описываются в книге Откровения о Суде Божьем, у нас спешское такое обывательское представление об этом, что, как правило, в этот день грешники начнут убегать, ангелы начнут их преследовать, потом настигнут их ангелы, предстанут они на суд Божий, их приведут туда. Ну а соответственно, где суд у нас сразу возникает ассоциативная картинка. Значит там будет адвокат, значит там будут присяжные заседатели. Значит как минимум меня или оправдают, или как минимум найдут мне какое-нибудь снисхождение, как правило. Но в данном случае такое представление, но очень существенно разнится с представлениями, которые указаны в книге Откровения и Священного Писания. И толкователи Священного Писания как раз и говорят, что да, на суде будет Слово Божие о человеке, но помимо этого, этому будет предшествовать те события, связанные с тем, что совесть сама обличит самого человека. То есть сам по сути сам себя человек осудит. Но в то же время, дорогие братья и сестры, говоря о суде Божьем, о том, что предстоит в данном случае суд по совести, нам вспомнить, что суд совести также и бывает в нашей земной жизни. Бывает, потому что совесть сама по себе это такой неподкупный судья, когда в данном случае он нас даже обличает в тот момент, когда мы можем врать самим себе. Вот так вот зачастую происходит. И, как правило, это бывает так. Мы попадаем иногда в определенные рассуждения. Сделал я что-то так, считаю, а совесть мне говорит, нет, не так. Вроде бы сделал хорошо, а совесть говорит, нет, ты сделал нехорошо. И зачастую часто мы в такой диалог вступаем. А так, бывают и такие сбои, вот перебои работы этого механизма совести, в силу того, что по природе своей наша природа, она искажена. И в силу этого совесть тоже, она тоже искажена, имеет серьезные недостатки в своей работе. И, как правило, мы видим пример, даже апостол Павел вводит такое понятие, как есть обожженная совесть. Если мы в данном случае с вами почитаем Священное Писание, есть такое понятие, как больная совесть, то есть она больная в силу болезни нашей природы человеческой. Есть такое понятие и представление, как обессиленная по себе, ослабленная совесть, которая ослаблена в силу возникновения того или иного греха, когда мы сами начинаем частенько грешить, и в силу этого совесть наша, как таковая, ослабевает. Есть понятие еще хилая совесть. Это когда в данном случае, по примеру, если мы мышцы какие-то не упражняем с вами, то они, как правило, атрофируются. И тогда человек начинает жить вот по такому принципу. Если мы что-то злое сделали, кому-то зря, не беда, в календаре этот лист перевернет. Хорошо, давайте поспешим к новым приключениям, друзья. Побыстрее запрягай паровоз, наш машинист, и так далее. То есть в данном случае, получается, еще в литературе мы сталкиваемся с таким понятием, как совесть спящая, и так далее. Но здесь самое главное с вами помнить, дорогие братья и сестры, из сути священного писания, что как раз вот то, что говорится сегодня о совести, что в этот день страшного судилища Христова совесть станет так во весь свой рост, что она будет выздоровлена, полностью исцелена. И вот тогда она скажет свое веское слово и обречит нас. В этом случае, по сути, человек сам себя судит, сам себе причинит эту боль. И вот, дорогие братья и сестры, здесь главное еще что отметить, что поэтому и страшен суд этот Христов только тем, что нам не с кем, как по сути, ни с кем спорить, потому что с самим собой ты спорить не будешь, как правило. А оправдывать самого себя перед собой ты тоже не сможешь. И еще хочу обратить внимание, что вот в древней экзегезе, в которой говорят древние отцы, когда размышляют или пишут о страшном судилище Христовом, они как раз очень часто и всегда употребляют термин и понятие совести. Да воцарится в сердцах наших Господь Христос, и с Ним царствует мир и благословение. Аминь. Аминь. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»